Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мопсик приехал на рыбалку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Завтра может быть просто смех и дождь, поэтому никто не знает, чего может быть завтра. Ну как то так! Переживаем за наших друзей. Я надеюсь� они к вечеру вернутся. Точнее, к вечеру, поздно ночью Вот и третий день нашего отдыха наступил Всем здравствуйте, рыбаки Любители спиннинговой ловли В данный момент буду я рыбачить с вами один Отправил я Анечку нашего проводника 20 километров туда 20 километров обратно За новым аккумулятором на наш квадроцикл Мы здесь в Тайге затряли Никто в ближайшее время, куда мы бы не позвонили В нашу сторону не едет Остается дело вопросом Дойти до земли Взять новый аккумулятор И принести его обратно в Тайгу Но тем не менее Я прошел 5 километров пешком На нашу Кынинг-Горш И пробуем Что-нибудь поймать О, бед Сейчас покидаем тут О, щука поймала Я в Кувшинке затянул Вот это да Все что ли Бросила Бросила О, Кувшинка Главное тебе застрять Кувшинка Все дело Догонит, да? О, есть Замахнулось оно Бомба Есть? Есть 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 안 Йос Есть 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 ну вот такая первая попавшаяся килограммушка ну вот и первые поймали кило отлично тихенько так возвращаясь с рыбалки проезжали намного мимо этого места решил пешочком подняться тут все время когда-то был пожар потом ураган такие полянки восстанавливающиеся с ягодами постепенно восстановится вот этот дерево вообще его так скрутило так скрутило бедовао во первых оно все скрученное само по себе дерево росло здесь на возвышенности видите ствол все время скручен весь такой трескается весь скручен под название капа уже много лет стоит лежит вот такой стволик кому-то чего-то напоминает ну а мы пойдем дальше заберем эту капу сейчас не знаю насколько она еще твердая ну что-то твердая такая дома посмотрим что он из себя представляет такой бонсай кругом ветки все такие за два дня ричи пошел на поправку лапка начала у него уже заживать и он уже даже пытается ходить молодец слава богу не сильно повредили похрамывать конечно но уже все вперед дарить скажи скоро выздоровлю порву всех кто меня обидел мой хороший давай гуляй гуляй молодец молодец осторожно 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 бегай предыдущую нашу поездку листья еще были желтые и не все облетевшие на сегодняшний момент все березки покинули листья таким образом лес стал преобразился по-своему подготовился к зимовке только ветер над деревьям даже кувшинки те начали прятать листья пойдем попьем чайку закипятим чайничек и в этот раз с нами появился мопс ричи вместе с аннушкой ну что друг пойдем чай пить чай пойдем пить и ты мой хороший пойдем чай пить да кушать щучку надо даже кушать хочешь ну посмотрим что мы там закапывали надо будет обрезать а вот это смотрите что это такое и каратная техника наступила 6 утра 30 минут на улице уже расцвело ну более-менее я выдвигаюсь навстречу своим друзьям отделся тепло беру рюкзак воду и вперед пошлите искать своих друзей встречать вон на камере кажется темно но на самом деле чуть-чуть светлее почему-то на камере более темные кадры получаются не хватает не хватает яркости ну в общем я собрался выдвигаюсь и навстречу так вот уже все больше и больше рассвет отошел я где-то от избушки и километра 3 прошелся пока иду по бору не знаю сколько километров мне придется пройти но по-любому тяжесть которую они тащат я им помогу дотащить о представляю что они ночью пережили возможно возле костра были и поступили правильно не двигались с первыми лучами солнца ну в принципе как сейчас я выдвинулись по направлению к избе пока иду на встречу своим друзьям сменить его лапы мишками такие мощный мощный деть прошелся здесь особенно от этого тропа примерно как мой ботинок ну чтоб масштабы представлять вышел на погорелый лес он давно правда горел и не руины от леса остались если я вышел с рассветом и прошел четыре километра то есть они с рассветом тоже встали и пошли на встречу они тоже должны пройти километра четыре возможно скоро идёмся ух идёшь и глядя на эти когти задумываешься хорошо что они не вчерашние не сегодняшние не хотел бы до встречи но это вот следы многих друзей ну будем надеяться что пока я дойду до болота и встречу их а возможно нет возможно придется пересекать болото ух какие скелет дерева дошел до второго мостика здесь голоток у них хороший ловится течение хорошее сильное да поставил знак если вдруг с ними каким-то образом разменёмся то они поймут что я здесь проходил да там дупло пустое внутри оно всё треснутое не видать не видать где-то там ну всё вперёд это вон там на просвет болото оттуда дохожу там по болоту погнали дошёл до болота и их тут тоже невинно далеки какая-то чёрная точка виднеется но непонятно человеческий это силуэт или это просто там когда жажда мучит ты уже прошёл много километров но хочешь сэкономить воду которой у меня в рюкзаке не так уж и много проще собрать клюкву на болоте у нас слава богу есть кислая но это лучше чем обезвоживание жажду утолит хороший сегодня день тихий зря не пошли в обед вчера надо было с утра идти перекусили вперёд дальше навстречу если бы они на легке шли было бы легче они несут большой тяжелый аккумулятор для квадроцикла поэтому надо помогать погнали дальше о я услышал лай собак пришёл и второе болото вот у меня остался кусок вот этот метров пятьсот шестьсот и вон там бор и это они там ну что значит слышу лай собак значит идём верной дорогой пошли навстречу такие страшные мосты что-то я не понял по-моему я услышал человеческий голос я уже думал продолжать путь дальше но я следов уже тут не вижу кажется я нагоняю своих друзей фу они пошли другой дорогой чудом следы заметил ахо шустро идут шустро идут меня вообще не слышат кричу свищу ну ладно сейчас догоним помните вчерашний энтузиазм девушки которая пошла по болоту 40 километров вот что с девушками становится спустя 30 километров ну подожди ты не забывай ещё 20 килограммовый рюкзак короче короче мы вчера последний раз поели в 12 ночи ничего нормально маленький кусочек на нас четверых на двух собак ягоду ели? нет нам некогда было потом под дождь попали вымокли вымокли вообще ливень и короче вот страшно было? нет потому что я с Виктором и две собаки а ещё умка грела меня всё время и облизывала как она не ходите девушки в болото или вы станете такие как Анна иди ко мне иди молодец молодец я потому что это бы не дотащило ну так я знал что надо идти навстречу ну всё всё теперь мне есть кому тащить рюкзак это точно 10 километров я донесу не знаю тут главное свои ноги Виктор донести он у нас снова кровь пришла пускай таскает правая нога тоже отдыхать нахуй да вообще всё нахуй это вместе с аккумулятором да уходишь конечно так-то ещё может ходу-ходу как-то дошли к километры отдыхать отдохнули там отдохнули ноги саднят аккумулятор взял а он к земле давит два с половиной километра два с половиной километра всё сколько он весит двадцатка у меня вся спина синяя потому что ребро давит вообще ты знаешь что ну что ты мулька ты меня спасали сегодня ночью ты глела меня да я у неё спрашиваю где хозяева они мне повели туда обратно умка пошла туда на болото думаю чё серьёзно там этот вернулся а мы слышим вроде как это их нагнал забрал вот эти двадцати килограммовый аккумулятор спасибо тебе Андрюша что ты тяжелее не положил прям великолепно а на спину себе отбил вообще мало того что обратно идти просто тяжело тридцатый сороковой километр с таким грузом ещё хуже ну а что куда деваться ты ж не захотел пусковик брать теперь вот таскай да но мне уже сразу полегчало мне уже весело я сбагрила вот эту вот дуру да да то есть теперь вот нам ещё восемь километров и мы будем на месте но из этих восьми два километра болота там больше это вот болото самое будет тяжелое там больше в этом километра четыре нет два километра вот а потом дальше ура ура мне не надо нести рюкзак ой какое счастье Андрей спасибо тебе большое неважно какой вес ну да это зато надёжно это мы тут просто уже на эмоциях устали до слёз просто я сейчас припрыжку бегу маленько прихватила ягодки бруснику я наелся весь он я буду синяк а я думаю да ты чё какой-то синяк идёшь а это ягоду поел здесь тоже есть сейчас по таёжному всё да я с утра вышел две чашки чая это с четырёх до шести и в шесть утра я вышел а щуку-то жареную доел нет я вам оставлял а мы думали ты нам новую нажаришь раз там одну споймал или две споймал и ладно ну всё короче движемся да друзья когда воды нету тяжёлый аккумулятор просто за счастье клюкву с болото собирать клюкву с болото собирать и ну тебя накормят да брек охранял моих друзей да молодец с нами с нами две лайки не небольшой привал ноги горят такое ощущение как будто аж мазули там понатирал болото сделали маш бросок Анечка вон вообще никакая лежит машка раньше попросыпалась собаки наш кота вперед побежали кого-то гнать мы сейчас пять секунд передохнем так вон вот он уже да вон след в след потихоньку это кажется что я впереди быстро иду для меня да кажется что я быстро иду а на самом деле я же груженый поэтому это налегке меня догнать быстро вот и того подводим итог маленький итог пять километров домой да еще пять километров тащить аккумулятор на горбу но могу сказать что Анечка провела в тайге сутки ровно сутки ну вторые да 12 часов дня были сутки вот ночь под дождем два раза костер разводили два раза дождь мочил ладно друзья дойдем до избушки включим камеру аккумулятор тяжелый да больше 20 килограмм это точно да не как раз вот буквально через пару километров аккумулятор кажется весом тонны вот поэтому я говорю что аккумулятор аккумулятор ценой жизнь и весом в тонны продолжаем путь брэк со мной идет меня сопровождает но оглядывается чтобы друзья не отставали рядом идет контролирует вот ситуация пройдет становится вернется смотрит внимательно сели идут и рядышком идет далеко нам еще 5 километров идем по лесу как после ядерного взрыва и пустыня и пустота в кругу с аккумулятором за плечами и будем надеяться что у нас после этого квадроцикл заведется вот это у нас приключение не дай бог каждому хорошо еще осень и тепло а не зима и мороз так вот девушка выглядит после суток путешествия в тайге пешком по болотам с аккумулятора и стоп модели превращается превращается вот такая вот золушка если у вас еще не маковые росинки уже вторые сутки ничего нету кушать нечего и пить нечего и девушка и не курит вот ягодки собирают все что мишка не надъел анечка сейчас съест ягода сладкая на мне маленькую маленькую изменку сможешь все себе вот первобытных людей между прочим учили учить делиться поэтому они жили стаями уру я первобытные тоже как раз таки из твоего делись сказал и вот к финишу приближается наша спортивная девушка не лица одно сострадание но ты дошла пересеки это бревно и ровно 40 километров ага не говори ну что собаки вы что не едите это я только что открыл а расслабься ты дошла я тебя поздравляю все Анна дома дотащили на аккумулятор вот он правый аккумулятор этот родной этот который нам дал друг не получается два раза больше соответственно и весами тоже два раза больше килограммах не могу сказать но где-то больше около 20 килограмм сейчас мы попробуем завести наш квадроцикл нам нужно значит медная проволока вот так вот ее примерно возьмем оголим жестко надо нам примотать это у нас минус это у нас плюс так теперь здесь одеваю клемму на минус и ее тоже поджимаю пойдем попробовать ключиком аккуратненько ну что после починки квадроцикла заводим его приятный звук давно забытой техники поджимаем вот это ваньки щукенца тихо когда мы ловили или вы ловили ну недели назад ваньки ваньки